Весенний день год кормит. Помнить об этом призвал сегодня глава республики. Посевная в этом году начнется поздно и аграриям придется догонять упущенное время. Проблем возникает немало. Как их решать, Михаил Игнатьев обсуждал с руководителями муниципалитетов в режиме видеоконференции. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Погода преподносит аграриям неприятные сюрпризы. По самым лучшим прогнозам, снег на полях растает только через две недели. К работам придется приступить немедля. Республика увеличила план. В этом году хозяйство планирует засеять более 500 тысяч гектаров. В том числе зерновые и зернововые культуры – это 260,7 тысяч гектаров. Картофель – 48,1 тысяч гектаров. Овощи – 5,2 тысяч гектаров. Возможно, что и трудиться аграриям придется в несколько смен. Михаил Игнатьев обозначил перед главами точные сроки. Работы должны быть завершены за полторы недели, никак не больше. Когда потает снег, влага в почве продержится недолго. Быть готовыми к севу необходимо уже сейчас. Хозяйство закупают семена, удобрения и ГСМ. В настоящее время обеспеченность составляет семенами яровых, зерновых, зернововых культур 47,8 тысяч тонн. К сожалению, это на 3% меньше к запланированному объему. Но здесь понятно, что этих количеств семян хватает на сев яровых культур. Но у нас всегда должен оставаться страховой запас. В аутсайдерах Аллатрский район. Здесь семян запасли лишь половину необходимого. Показатели тянут низ приезжие инвесторы. Руководители мордовского предприятия решают долговые проблемы, все больше отставая от намеченного графика. На сегодня он большой кредитный процент получил в Россельхозбанке города Москвы. Рассчитались по задолженной зарплате. Два месяца у них было на сегодня по нолям. Он являлся главным инвестором в Аллатрском районе. Но исходя из этого вы должны принимать другие управленческие решения. К этому надо быть готовым. Риски надо минимизировать. В целом же проблемы у многих хозяйств схожи. Где-то не хватает топлива, где-то минеральных удобрений. Шумерлинские хозяйства и вовсе успели закупить только 4% от общего плана. Глав отстающих муниципалитетов призвали к ответу. В плане минеральных удобрений сейчас будем настраивать другие небольшие фермерские хозяйства, которые уже сегодня начали понимать, что без занесения минеральных удобрений получить нормальный урожай тоже нельзя. На поля в этом году выйдут более 2000 машин. Трактора и комбайны сейчас проверяют сотрудники Ростехнадзора. Техника заключают они, готова к работе. Проблем с ее ремонтом тоже не возникает. Побаловать агрария в льготном ГСМ в этом году никто не сможет. Но отпускать топливо хозяйством все-таки планируют со скидкой. С Лукоилом мы все же заключили соглашение. И Лукоил предоставляет скидку 300 рублей на тонну на объем 6,6 тысяч тонн для проведения весенних пылевых работ. И литр получается 25 рублей 40 копеек. Проблем с получением кредитов у хозяйств не должно быть. Приобрести недостающие ресурсы аграрии обязаны в срок. Под свой личный контроль ход пассивных работ возьмут руководители муниципалитетов. Чтобы оперативно решать возникающие проблемы, они возглавят районные штабы. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.